Здравствуйте дорогие зрители, сегодня с вами Сетнот и в этом видео мы рассмотрим о точках восстановления системы, как вернуться на предыдущие состояния операционной системы Windows, когда все работало без проблем. Ведь у многих пользователей какие-либо ошибки возникают и вам нужно сделать так, чтобы вернуться на более раннее состояние, когда эти обновления не стояли или не было установлены какие-либо программы, которые вызвали ошибку. Вы не можете загрузиться в операционную систему. Если у вас запуск операционной системы, как у меня, все работает, еще можно что-либо сделать, значит из самой операционной системы можно восстановить на более раннее состояние точки. Как это сделать? Просто кликаете правой клавишей этот компьютер, свойства, далее выбираете защита системы, заранее у вас должны быть включены точки восстановления, локальный диск C у меня, здесь написано включено. Видим защита у нас включена, здесь мы можем настроить точки восстановления, у меня 5% выделено, это по умолчанию 5% выделяется, вы можете выделить даже больше, можете 10, 15, как видите, размер увеличивается, 23 гигабайта будет занимать точки восстановления. Все ранние контрольные точки не будут удаляться, если вы, допустим, 5% это уже всего лишь 7 гигабайт. Если у вас отключена защита системы, обязательно его включите, заранее лучше включите, потому что когда все уже случилось, эти точки восстановления у вас не будут, поэтому заранее подготовьтесь. Можно также удалить все контрольные точки, но мы этого делать не будем. Теперь здесь можно создать сразу же точку восстановления, можем создать, назвать его любым именем, допустим, установка, это вот наша контрольная точка, мы создаем такую контрольную точку, что мы, допустим, это программное обеспечение установили. Вы можете создавать контрольные точки раз в месяц или можете даже каждый день создавать точку. Точки восстановления созданы успешно, выбираем закрыть. Теперь здесь есть пункт, как восстановление, просто выбираем восстановить. Далее он сразу же ищет рекомендуемое восстановление, время, допустим, 31.10.2020 года, 12.26. Другие точки восстановления, мы выбираем, просто выбрать другую точку восстановления. Есть у нас, допустим, установщик офис и установщик модулей Windows. Эти контрольные точки были созданы, вот это было создано в 2 часа 2 минуты, а эта контрольная точка была создана в 12.25, то есть немножко раньше. Также посмотрите обязательно поиск затрагиваемых программ, потому что программа бывает, что вы установили эту программу, она вам очень важна, и у вас нет установочной копии. Поэтому здесь смотрите, что будет удалено, что будет изменено. Программы и драйверы, которые будут удалены, это у нас телеметрия, блютуз драйвера, камера, то есть это автоматические драйвера, которые были установлены из центра обновления Windows. Диск драйв, дисплей, медиа, как видите, очень много, очень много драйверов были установлены. Все эти подписи, как видите, типа это драйвер. Далее у нас центр обновления Windows у нас произошло, секьюри апдейт. Снизу у нас пункт программы и драйвера, которые возможно будут восстановлены после восстановления, эти могут работать неправильно. Эти программы будут неправильно, потребуется переустановка, то есть это у нас телеметрия, блютуз, камера и так далее. Все эти драйвера будут просто удалены, и вам стоит позаново переустановить драйвера. Закрываем это окошко, выбираем более раннюю дату, допустим, если у вас есть вчерашний день, попробуйте на вчерашний день откатиться. Все ваши документы, которые находятся на рабочем столе, они будут, они будут находиться на своих местах, ничего не удалится. Все, что на локальном диске C, моих документах, загрузках, все будет на месте. Затронем только программы, а также драйвера, которые были в этот момент установлены. При любых установках обновления системы, а также при установке драйверов или программных обеспечений, автоматически создается контрольная точка самой операционной системы Windows. Вам не стоит ничего делать, операционная система знает, когда устанавливается какая-либо программа, и перед установкой этой программного обеспечения он создает контрольную точку. Выбираем, просто кликаем далее, теперь можно нажать готово. После запуска восстановления системы прервать невозможно. Вы хотите продолжить, мы просто нажмем да. После того, как мы нажмем да, подготовка восстановления системы, наш компьютер автоматически перезагружается. Подождите, выполняется восстановление файлов и параметров Windows. Инициализация восстановления системы. Восстановление системы восстанавливает реестр. Восстановление системы удаляет временные файлы. Перезагрузка. Подготовка Windows, не выключайте компьютер. Операционная система была успешно восстановлена. Восстановление системы выполнено. Можем закрыть это окошко. Но что делать, если ваша операционная система не загружается? То есть вы не можете загрузиться в операционную систему, чтобы выполнить восстановление системы на более раннюю дату. В этом случае как быть? Вам понадобится загрузиться загрузочные флешки с Windows 10. Если у вас операционная система Windows 10, если Windows 8 или 7, так же используйте загрузочную флешку от этих операционных систем. Загрузочную флешку можете, а так же загрузочный диск тоже можно использовать с Windows, если у вас есть дисковод. Подключаете загрузочную флешку в USB разъем. А кто-то скажет, у меня нет загрузочной флешки. Как в этом случае быть? Если вы 2 раза перезагрузите принудительный компьютер, на 3 раз при принудительной перезагрузке у вас появится автоматическое восстановление системы. Но это вредно для жесткого диска, поэтому лучше этого не используйте. Лучше загрузите загрузочные флешки. После 2 перезагрузок на 3 перезагрузке появится окошко подготовка автоматического восстановления. Вылезет окошко диагностика компьютера. Выбираете дополнительные параметры и добираетесь до этих самых пунктов. Я захожу в BIOS, в BIOS выбираю загрузочную флешку, у меня вот UEFI USB флешка, первым в приоритете стоит, вторая у нас жесткий диск. Теперь сохраняем параметр и перезагружаемся. Можно также зайти с помощью клавиши F11 в бут-меню и здесь выбрать UEFI загрузочную флешку. Устанавливать Windows конечно мы не будем, просто выбираем далее, пункт восстановления системы, выбираем его. Сразу же у нас появился выбор действия, поиски и устранения неисправности и восстановления системы. Вот этот самый пункт, который нам нужен. Когда вы загружаетесь в флешки с Windows, здесь у нас нет параметра загрузки. Это есть параметр только когда вы загружаетесь уже при восстановлении системы без диска и без флешки. В этом случае у вас автоматическое восстановление, далее будет параметр загрузки. И с помощью параметра загрузки вы можете попасть в безопасный режим, а из безопасного режима выполнить восстановление системы. Можно таким образом тоже выполнить, но когда вы загружаете с флешки, у нас этого пункта нет. У нас есть восстановление системы отдельным пунктом. Это восстановление Windows с помощью точки восстановления. Выбираем его, выбираем Windows 10. Происходит запуск восстановления системы. Вот он самый этот пункт, восстановление системных файлов и параметр. Далее, здесь у нас есть контрольные точки, выбираем одну из контрольных точек на более раннюю, это нижнее восстановление. Было создано вручную, но бывает и автоматически, когда Windows 10 создает автоматически. Поиск затрагиваемых программ. Ничего он не затрагивает, закрываем это окошко. Если затрагивает какую-либо программу, вы это увидите, здесь снизу будет написано, какую программу нужно переустановить и какие драйвера будут удалены или программы. Закрываем это окошко, выбираем нижний пункт и просто кликаем далее. Теперь подтверждение точки восстановления. Здесь мы можем просто нажать готово. После запуска восстановления системы прервать невозможно. Вы хотите продолжить? Да, мы хотим продолжить. И у нас происходит подготовка автоматического восстановления, инициализация. И произойдет то же самое восстановление, которое мы запускали из-под самой операционной системы Windows. Здесь только из среды восстановления. Восстановление системы выполнено успешно, система восстановлена к состоянию, документы пользователей не затронуты восстановлением. Теперь просто кликнем перезагрузка. Флешку можно извлечь, флешка нам не нужна. Продолжение следует...